Открытые люки, разрушенные колодцы, канализационные ручьи. В таких условиях новаторцы живут уже не в первый год. По словам очевидцев, воды из канализационного колодца выходят каждую весну и осень, а пахнет здесь просто невыносимо. По словам жителей поселка, такая ситуация на улице Подгорная стала постоянной, а обращений в управляющую компанию результатов не принесли. Открытые люки опасны для детей, которые гуляют во дворах домов. Тут ребенок может провалиться, взрослый-то может увидеть, а дети-то ведь и не бегают, не смотрят. Конечно, это плохо. Ой, плохо у нас канализация. Постоянно тут стоит колодец, все кругом вода, все сараи уже наклонились от того, что плохо чистят. Не убирает вовремя канализацию, не чистят. А тут машина стоит какая-то, не ЖКХовцы ли приехали. Приехавшие сотрудники ЖКХ прокомментировать состояние проблемного участка отказались. В прошлом году непрочищенная канализация вышла из-под контроля, затопила прилегающие территории и огороды новаторцев. Воды канализации до сих пор на поверхности, а не в колодце. Пытались, проводили ручьи, проводили, чтобы уходило. Но это все, фекалии эти все плывут просто по верху. Грядки и все, что садим, все портится, все топит. И детям гулять очень опасно, потому что рядом детская площадка, и пахнет, и все могут упасть. Эти дети падали уже не раз, тонули, запах вообще ужасный. Еще ездит машина, помимо того, сливает прямо в колодец. Откуда возят, неизвестно. Татьяна Карепина живет здесь не первый год. Признается, каждый год сюрприз, где затопит, неизвестно. От постоянных подтоплений дом стал гнить, а в квартирах завелись неприятные насекомые. Пока мы линолеум в комнате не постелили, живем на первом этаже, меня блохи любят, они по 15, по 15 блох убивала каждое утро. В подвале вечного, что зимой, что летом, то есть она и не выходит, и откуда-то копится. А еще вот здесь находится кухня детского садика, которая пользуется канализацией. Соответственно, стоки идут все через наш дом, и из этого колодца постоянно фонтаном течет вот эта вода с фекалиями, совсем с отбросами. И у нас рядом стоит баня, которую вечно топит. За содержание канализации отвечает подрядная организация «Новаторсервис». По улице Подгорная проходит сеть наружной канализации, и там был аварийный момент. Служащий организатор «Новаторсервис» проводил работы по прочистке и ремонту колодцев. Данная проблема у нас на контроле. Директор управляющей компании «Новаторсервис» Андрей Костров дать комментарий по проблеме отказался. Но в устной беседе пояснил, что люки на колодцах были установлены. Но каждый раз их крадут, а канализация забивается, потому что люди бросают в нее крупные предметы. Работы на проблемном участке ведутся, причину засора пытаются устранить. Татьяна Меркуриевна, Антон Карев, телеканал «Русский Север».